Девушки отдыхают Все, все, успокоились, все, успокоились. Может, чайку попьем? Встретились как-то блондинка, рыжая и брюнетка. И стали спорить, какой чай вкуснее и полезнее, зеленый или черный. Блондинка говорит, зеленый чай продлевает жизнь, брюнетка ей в ответ. А черный стресс снимает, значит, тоже сохраняет молодость. А рыжая говорит, что разницы нет, никакой. Что черный, что зеленый, все на одном кусте растет. Для того, чтобы определить, кто из девушек самая умная, программа «Галилео» отправилась на чайную плантацию. Здесь выращивают все виды чая. Судя по названию, у зеленого чая листики должны быть зеленого цвета, а у черного – черные. Но нет, кусты все одинаковые на вид, с одинаковыми темно-зелеными листиками. Ничего не понятно. Зато все понятно блондинке. Она с уверенностью говорит, что все дело в сборке чайных листьев. Зеленый потому такой качественный, что его собирают вручную. Рыжая не нашлась, что ответить. И действительно, вручную собирают маленькие листья, самые молоденькие. Годится только зеленый чайный побег, на конце которого не более двух-трех листьев. Сборщик чая срывает побег с одним-двумя верхними листьями и полураспустившейся почкой. Здесь главная ловкость рук. А в этой части плантации работает специальная машина. Сборщик регулирует работу специальных вращающихся ножей. В отличие от ручной сборки, станок срезает побеги с четырьмя-пятью листами. У чая есть своя сортность. Собранный вручную чай с молодыми листочками – самый лучший. После машинной сборки чай тоже неплохой. Но продавать его будут дешевле. Значит, сборка чая влияет только на его сортность. И зеленый, и черный могут собирать как вручную, так и с помощью машины. Чайный лист доставляют на фабрику. По этому длинному конвейеру листы поступают в бункеры, для того, чтобы высохнуть. После этого лист вновь поступает на конвейер. Здесь-то и происходит разделение чая. Итак, следим за будущим зеленым чаем. В этом месте над конвейером находится специальный щит. Внутри мелкие отверстия, сквозь которые снизу вверх проходит пар. Температура пара свыше ста градусов. Лис чая сохраняет зеленый цвет. Все. Кто любит зеленый чай, пейте на здоровье. Блондинка не любит ждать. Подайте сюда зеленый чай. Он уже готов. Рыжая задумалась над выбором чая. А брюнетка готова подождать черный чай. Итак, листья для черного чая попадают в завялочную печь. За 25 минут, которые чай проводят внутри, из листа удалится 55% влаги. Зеленый и черный чай изготавливается на фабрике из одного и того же чайного листа. Вся разница лишь только в том, что зеленый чай обрабатывается паром, проходит так называемую фиксацию, а черный чай этой стадии не проходит. Дальше зеленый и черный чай, правда уже разделенные, проходят окончательную стадию обработки. Открыв пачку чая, мы видим небольшие продолговатые сухие полоски. Такой внешний вид листьям придает эта машина. Она называется роллер. Через роллер проходит как черный чай, так и зеленый. Этот аппарат скручивает листья и разрушает клетки листа. Каждый листочек должен отдать максимум сока и запаха и при этом остаться целым. Весь процесс занимает ровно два часа. Теперь чай попадает в цех ферментации. Это стеллажи. На них с конвейера поступают чайные листья. Входящий в состав чайного листа танин в процессе ферментации окисляется. Чем больше окислился танин, тем будет более яркий цвет настоя. Осталось подсушить листья. Брюнетка дождалась своего заказа и с удовольствием пьет черный чай. Блондинка, сравнивая чаинки, начинает сомневаться. А вдруг все-таки обманули? Почему один чай с крупными листами, а другой с мелкими? А эта машина сортирует готовые листья чая на мелкие и крупные и потакает нашим вкусом. Как кому нравится. Главное, чтобы чай был вкусным. Это определяет специальный чайный дегустатор. Не понравилось, вся партия бракуется. Понравилось, в магазин, на прилавок. Блондинке понравился зеленый чай, брюнетке черный. А рыжая не смогла сделать выбор и заказала кофе арабику. И вот какой у нее возник вопрос. А что такое арабика? И вообще, чем отличаются разные сорта кофе? Надо выяснить. Слушайте, ребят, я, по-моему, просил пять раз мне зеленый чай не заваривать. Что ж, какая разница? Ты что, не понимаешь разницу между черным чаем и зеленым, что ли? Иди эти. Ну-ка, что ты сказал? Что ты сказал? Ну-ка, иди сюда. Разрешусь.